Инчуа на Висп Гира. И Висп Гира достаточно хорошо простояли против Энчантерс, но там был вспомогательный Шейкер героя, что не очень для Энчантерс. То есть хотел, знаешь, наверное, более такого лайн эффекта. Даже не Тускар, я бы Бэйн сказал против Виспа Гира, потому что он очень легко трейдится и против Гира по игре всегда хорош был Энфиблом. Да, с Энчантерс, да и в принципе Шейкер как на линии, вспомогательный герой, ну такой себе, такой себе. Он хорош как герой, возможно, третьей позиции или даже четвертой против милишного хора врага, но против рейнджевиков он так себе. Ну и конкретно Дриаде помогает он весьма посредственно. Винга Балбан от Оптик и Эйфер Спик Бисп. Ну, Энчантерс на месте оптиков я бы забирал, в любом случае. Вот брал бы ты, как вчера, Эго Энча Гира или нет? Вот тут, мне кажется, нет. Если, я не знаю, насколько хорошо исполняет на гирокоптере товарищ Пайкат. Ну вот, кстати, Бэйн, про который я говорил, это потенциально против гирокоптера этого самого хорошего героя. Ну, Энчантерс надо забирать, как по мнению. Согласен. Ну, хотя тут такой момент. Хотят ли они с ней играть? Потому что ВП, скорее всего, заберут гиро, а не Энчантерс. Поэтому Энчантерс либо вы берете, либо ее не берет никто. Для оптиков это так. Мейнгеймс. Пошли у нас вот. На самом деле, знаешь, вот забавно заметно в этом плане наблюдать, потому что всегда, когда остается уже команд Некрофос пока появляется, остается, знаешь, команд 6, ну, 8 условно, то вот эти тир-один баны, которые были на групповой стаде, они потихоньку, ну, начинают просачиваться в пике, и команда уже придумывает, как обыграть эту ситуацию. Вот видим, что мы и Висп Гира появился, который фактически всегда в групповой стаде сел в бане Неча пока вообще не пикнуто. Ну, вот, кстати, я не очень одобряю пик Некрофоса вот здесь от оптиков, потому что, ну, очевидный ответ на закрывающий, это Гирокоптер. Гирокоптер хорош против Некрофоса. У него очень много и магии, и физики, и как угодно он может его пробивать. Не считаю Некрофоса сильным героем для первой стадии игры. Вот. Энчантерс гораздо лучше. Вивер гораздо лучше. Сайленсер лучше, но не Некрофос. Ну, давай смотреть, может, на самом деле, есть какой-то план оптиков за этим Некрофосом. Возможно, они как-то обыграют эту ситуацию по-интересному. Виртус Про... Вот мне интересно, что Виртус Про возьмут на пятерку, получается, тебе, потому что Бэйн достался оптикам на данный момент. Что же будет с комбинацией с исполн для соло? Винга тоже в бане. Огр? Героев больше не осталось, действительно. Или ЦМ-очка какая-то? Вот ЦМ-очка, наверное, звучит лучше, чем все. Ну, или, например, Джакира. Вот Джакира я еще уважаю как героя пятой позиции. Да, я думаю, что Виртус Про пока целится в то, чтобы Роджер пошел с кирокоптером, понятное дело, в легкую. Не думаю, что мы здесь увидим какой-то висферде с плюс одним. Ребята же из оптик. Ну, опять же, я согласен с тобой, что вот Некрофос пока не понятен, для чего он вообще нужен. Так было всегда на этом турнире. Берется Некрофос и зачем и куда. Вчера мы видели, Ликвиды, по-моему, взяли себе или кто, я уже не помню кто, но в одном из последних матчей вчерашнего дня взяли на четвертый пик Некрофоса и это все поломало. Да, у Ликвид был Некрофос. У них был Некрофос легкий, ПЛ в миде с лечом. Вот, это все поломало. Это против они китайцев. LGD играли, да. Вот. И сейчас он тоже появляется рано. Ну, хотя бы рано, он хотя бы не испортил всю картину. Еще можно из нее выкарабкаться. И Мирана еще есть такой герой. Вот Бэйна для оптик вполне себе может заходить. Ну, например, если Некрофос пойдет в легкую, а Мирана с Бэйном пойдет в сложную. Я, на самом деле, все еще ожидаю вот Энчантерс увидеть в пике для оптик. Да, интересно, что ее не взяли в первой стадии. Уже очень сильный метовый герой с хорошими правильными артефактами, вносит достаточно много урона и очень неуязвимый для многих героев. Причем, ну, просто механику объясню, как герокоптер работает против Энчантерс. Рокет-бараш, как мы знаем, очень много урона наносит, если подойти к этой самой Энчи. И за счет виспа это и получается плюс висбот. А если ты флэком бьешь через скрипа, то пассивка на тебя не вешается Энчи. И, соответственно, ты можешь нанести с флэка как бы удары по Энчантерсу. Поэтому, возможно, оптики не хотят сейчас отбрать Энчантерс. Вернее, не оптики не хотят брать, этого мы еще не знаем. ВП не хотят банить, потому что герокоптер действительно очень хорош против той самой Энчантерс, которую оптики могут себе взять. Бан Тинни, хороший бан от оптик гейминг. Видели, как вчера в Сумаил, в частности, что-то невероятное творил на этом герое. Причем там тоже был висп, бэйн, суппорты у ребят из OG. Но оптик. Им нужна четверка, четверка, которая тимфайт им даст. Я, когда вижу Бэйна и Некрофоса, мне хочется подумать о герое с сейвом. Виспо ты таким героем не назовешь против этих двух героев, особенно сейчас. А вот мы сейчас говорили о пятерке для соло, мне в голову пришел старый добрый шадоу-демон. Может, Оракл? Оракл тоже, да. Это герой вот именно Лехин. Они, в принципе, оба Лехины типичные. И шадоу-демо, на самом деле, как по мне, я не понял, почему он крайне редко появляется. Ну, Линиус слабо эффектит, поэтому и редко появляется. Клинкс прям на третий пик для оптик гейминг. У тебя уже еще появился герой, которому ты можешь в конце концов спуржить стрейф. А у тебя рейнжовый керри. Если SD, потому что если Оракл, то стрейф задоджит. Да, ну я... Хотя, кстати, я вот не уверен, потому что ему уже сделали... На союзника, если... Ну, вернее, на врага рядом стоящего кинешь, по АОЕ, я думаю, собьется. Там... Ну, я еще думал про то, что сделали, что не дизенджоится вообще спел Оракл. Я вот не уверен, как он со стрейфом интерактит. Ничего себе ты англичанин. Да, я не знаю. Дизенджоинтится, интерактит полегче. Не все тут из Беларуси. I'm sorry. Виртус про... Ну, вот сейчас они должны взять Оракл, слэш, шадоу-демон. На самом деле, я подозреваю, что они могут на кора тоже кором ответить, потому что пока не факт, что им нужно прям саппорта вскрывать, но не удивлюсь какому-то, причем, знаешь, полугазальному зомби, чтобы именно лайны укрепить для Виртус про. О, нет, нет. Не нравится зомби? Не нравится зомби. Ну, хотя, да, против Клинкса, на самом деле... Дизейблов нет, Клинкс бегает, что хочет, делает. Никакой... Никакого шанса сбить финс гриб или засейвить от косы. Ну, короче, ничего не делает герой. Кроме того, что на линии ДиКей дает. И там Бул ставит. Которую за три удара Клинкса разваляет. Так, может, время Лехи на Рубике? Баровать есть что? Ну, пожалуй, Рубик это не позиция пять все-таки. Это четыре, а здесь у нас четыре для Роджера уже есть. Хорошо, может быть, Леон для Лехи? Лучше, лучше, чем зомби. Но все-таки я склоняюсь к тому, что Oracle, Shadow Demon или хотя бы ТХД, это лучше. И вот берется Oracle, ты отлично вспомнил про этого героя. Действительно, об этом герое шла речь вчера. Мы встречались на улице, пересеклись с игроками Virtus.pro. И как раз-таки Леха осуждал Фенрира на Oracle. Да, он очень плохо отыграл, на самом деле. Я тоже был недоволен. Точная цитата. Не отстрел. Фенрира на Oracle не отстрел. Оптика. Посмотрим, отстрел ли Леха на Oracle. Нужно явно четверка, причем с очень сильным тимфайтом. Потому что пока у Virtus.pro такие, знаешь, контактные суппорты, которые будут где-то стоять сзади. И Титан появляется. Давно. Я вот хотел, на самом деле, сказать Шейкер, но потом мне вот, ну, была мысль про Титана, но я вот не уверен просто, как на линии против рейнджовых героев он будет стоять. Потому что все же пока у Virtus.pro 3 рейнджовых героя, Титан милишник, и будет он много харасса получать из-за этого. Ну, да, суть против Виспа, наверное, плюс-минус такая же, как у Шейкера, разве что ему не нужен блин для этого всего, и на линии он чуть получше, чем Шейкер. Так она и появляется для Virtus.pro, причем очень хороший пик в плане того, что пока они могут поставить его и туда, и туда, закрывают Клинкса в частности. Но при этом, знаешь, вот сколько игр я видел, Клинкс против ДК, и Клинкс тоже как-то неплохо так уж себя чувствует против ДК. Причем мы с тобой этот момент, по-моему, тоже обсуждали. Потому что на стрелы не работает Брисфайр, уменьшение дэмэджа, так что Клинкс вполне себе нормальный ДК пробивает. Ну, понятно, не в лейте, в лейте все же ДК это ДК. Да, в лейте этого парня сложно пробить, и вот мы часто, на самом деле, встречаем, что конкретно ДК берется против Клинкса. Кстати, я подозреваю, что Virtus.pro может даже сейчас какого-то бэтрайдера открыться. Вот знаешь, им нужен какой-то такой герой, который напрягает линии против Некрофоса и Клинкса, именно против этих двух. Клокверка, может? Забанили бэтрайдера. Хорошо, хорошо, ты, конечно, вспомнил. Ну да, действительно, нужен именно такой типичный герой к третьей позиции, такого ютилити-плана, суппорт-герой для Паши. Ну вот, остался Клокверк. Он хорош против всех героев Оптик. Ну, действительно, всех. Поэтому, пожалуй, да. Я не удивлюсь какому-то даже Пангалеру или Энигме снова от Virtus.pro. Вот Энигма мне даже, на самом деле... Да, соглашусь полностью с тобой. Энигма, учитывая любовь Паши, да. Тут, конечно, даже три ультимейта, по сути, могут сбить Блэк Холл. Но вот, знаешь, я чувствую, что им нужен прям именно хэви-тимфайт-герой. Вот Пангалер мне еще в этом плане нравится, но ему здесь очень тяжко будет. Я думаю, ему вообще очень мерзко стоять. Его что Некр, что Клинкс с линии выгонят с суппортом. Вот она! Мы-то и забыли. А где же Энчантрос? Так вот же она. Причем Энча, которая закрывает Некрофоса за счет Энчанта. Она снимает ему госшалава. Есть еще Клинкс, который тоже страдает. Диспел есть еще у Оракла, у Энчантрос. Нет, да, действительно, мы просто позабыли. Мы уже вспоминали ютилити героев, а тут на тебе. На лайнинг давят очень сильно в Виртус Про. Но могу отметить, что если они начнут играть в карту и они будут отставать, то немного трудновато им будет. Все же у них всего один стан и все построено на лайнинге. Вот если Оптикс могут пробить это все как-то, то, знаешь, я бы не сказал, что ВП прям хороший драфт. Мне кажется, нужен герой для пайката. И знаешь, кто бы это мог быть? Старый, добрый Джиггернаут. Циггернаут. Во-первых, он на нем играл на этом турнире, играл отвратительно. Я сейчас думаю, что Некрофа Смит пойдет, Клинкс пойдет в легкую стать против Винчи с Бейном, и они возьмут сейчас именно 33-му героя. Мне кажется, 33-й будет на Никре. Ну, потому что так было уже на этом турнире. А пайката на Клинксе я вообще не припомню. Поэтому это должен быть, скорее всего, герой для пайката. Ну, это мне так кажется. Смотрим, 10 секунд. Ну, тут сложно на самом деле. Ну, не хватает на самом деле вот массового... А, ну, в принципе, Элдер решает вопросы с массовым замесом, но все-таки, наверное... Три секунды. Вот так вот. Ускар! Ого, это ласпик Ускар против ДК в миде, причем ДК очень трудно на самом деле. Да, ДК тяжело стоять в начале, конечно. Мало того, что это магический урон, а не физический, то есть именно Драгонула не так уж много блочит. Добавляемое сверху то, что это стрелы, которые как бы не агрят крипов. И, ну, прям, знаешь, крутой пик, конечно, рискованный, потому что нету подсейва того самого, с кем играть в Ускар. Оракл у ВП. Но с другой стороны, я даже не знаю. Честно говоря, вот ласпик Ускар мне прям нравится. Да, он сильно ломает линии. Ну, это дефолтная ситуация, когда у тебя дабл пик. Ты ласпиком можешь сломать врагу линии и заставить его что-то выдумывать. ВП, оптик? Я не знаю. По личному скиллу лучше играет ВП, но пик оптиков вполне достойный. И мне кажется, у ВП могут возникнуть какие-то трудности. Спасибо, Егор. Что ж, давайте переходить к этой игре. Комментирую, ее для вас будут Форс и Лекс. Спасибо, ребят. Доброго вечера всем зрителям нашего канала. Привет, Форс. Привет зрителям. Должен быть крутой матч. Если рассматривать его пессимистичный, то это мочня. Если оптимистичный, то матч дня будет чуть попозже против команды Эвилу Жениса. Потому что победители этого матча проходят дальше и будут играть уже сегодня. Поэтому либо оптиком, либо ВП будет сегодня непросто, придется играть дважды. Да, да, это абсолютная правда. Потому что ты пытаешься выложиться в самом начале. И вот этого маленького перерыва, который будет между первым и третьим матчем, его может просто-напросто не хватить. Там нужно и команде к другой, возможно, подготовиться. Может быть, что-то переосмыслят ребята на протяжении вот того времени, которое им отпущено здесь сейчас на открывающей игре очередного дня за International 8. Но при этом оптик гейминг команда, с которой уже ВП встречались много раз. И на самом деле всегда для оптиков это была проблема Virtus.pro. Мы помним, как на SL Birmingham Virtus.pro не пустили. По факту команду оптик на The International с помощью прямого приглашения. Был финал, где ВП выиграли 3-0. Мы вспоминаем Supermajor, где тоже оптики попали туда чудом. И по факту тоже Virtus.pro выбили эту команду. И оптики снова не смогли попасть на прямым инвайтом. Такая же ситуация была и с Mineski. Вспомни, вот мы вчера начинали с тобой комментировать противостояние ВП Минески и увидели, что статистика-то не на стороне азиатского коллектива. Но первая карта у Virtus.pro была очень тяжелая. Да, вторая попроще. Но первую пришлось очень долго и упорно доводить до победного конца нашим ребятам. Да, мы видим, что оптика, статистика не самая радужная. Почти все игры не проиграли. Ну, в общем-то, я об этом и говорил. По сезону оптикам не везло. Всегда Virtus.pro там три турнира увидел, где именно Virtus.pro выбивали оптиков. Да. И оптики покидали турнир. Егор с Артемом отметили то, что Huskar отлично заходит ласт пиком в эту ситуацию, в этот драфт. Да, нет, правда, какого-то персонажа, который будет сейвить CCNC в этом противостоянии. Но если оптик слишком хорошо отстоит линии, то догонять ВП будет тяжело. Идея только Huskar на линии, чтобы максимально задоминировать и потом пойти с нежным комом давить? Я раз, ты говоришь, что нет никакого подсейва, нет там какого-то Дазла, Оракла или что-то в этом роде. Скорее всего, ситуация в этом матче будет следующая. Хорошо отстоит 33-й вместе с Zaya. Хорошо отстоит CCNC на центре. Как отстоит Клинк вместе с Бэйном, это уже вопрос к Паше, соответственно, и Роджеру или Соло, в зависимости от того, кто будет с Пашей стоять. Мы видим, пока что Паша пытается отконтролить какие-то руны. Три руны для команды Optic, только одна для Virtus.com. На Optic здесь сыграли отлично. Трудно было, когда Бэйн против тебя, он просто дает Найтмар, и все, ты остаешься без руны. А, кстати, забавная ситуация. Посмотри, Паша-то один пока стоит в боссе. Сюда, правда, телепортируется Соло на Оракле. И будет попытка убить Пебетис. Можно попытаться убить Пебетис. У Паши, конечно, прокачаны светочки, просто телепорт, и Пебетис отсюда уходит. Уходит на линию, не на базу, все правильно. Так, ну что ж, центр, да, Драгонайт Хускар. Ничего в ВП решили не менять. Посмотрим, насколько здесь будет тяжело Нууану. Сможет он здесь хоть немного фармить. Да, если бы, конечно, не Last Pick Enchantress, Virtus.com могли бы попытаться как-то хитро поменяться ролями. Да, мы уже видели и Пашу на Драгонайте, а Нууан там какого-то другого героя использовал на центре. ДК на сложной линии – это вполне нормальная практика, но вот как-то Enchantress не захотели, ведь, Virtus.com ставить. Насколько можно вообще назвать удачной пару Иоу плюсорок, если мы говорим о саппортах 4-5 позиции? Очень много эскейпа, то есть ты жертвуешь уроном в угоду эскейпу, но зато ты имеешь двух персонажей, которые будут сейвить от косы, например, от Кускара будут сейвить. Это неплохое решение, тем более мы видим, что ДПС у Virtus.pro реализован в виде Гирокоптера и Enchantress в самом начале, ну и потом ДК тоже должен подтянуться. Да, ну и стратегия Гирокоптер Иоу тут они даже говорить не стоит, она очень сильная в мид в лейтгейме, тут понятно все, Иоу в конце в лейтгейме может стать полноценным кэрри, который будут бить. Ну а Рамзес за счет агонимного тизера будут просто быстро фармить, да и в драке себя показывать круто. На топе пока очень агрессивно играет Оптик, постоянно там атака на Роджера, постоянно на Рамзеса, Деспульса 33-го, чуть ли не по кулдауну, но Элдер Титан тоже. Слушай, кажется, могут убить Пашу в боте, у Пайката уже второй уровень, подрубается стрейф, Паша уходит из Вижена, он переключается на Сол, сейчас игроки Оптик, Соло выходит обратно, получает брейнсап, очень много демэджа на пятой позиции принимает Виртуз Про сейчас, еле остаются в живых там. Риск, но Фласка плюс Светлячки, ребята, восстанавливают здоровье, у Паши не остаются маны вообще. Ну, Чаттерс понемножку фармит, конечно, тут Клинксу помешать трудно. Да, ресурсы выбивают, все-таки Оптик и в боте стоят достойно, то есть у них на всех трех линиях плюс-минус неплохой фарм получается. На топе Роджер, будут идти за ним до конца, из тизер Роджер улетает, еще один удар летит, и пассивной способности не хватает, Роджер нажимает Фласку, восстанавливает ХП, Зай пытается хотя бы сбить эту Фласку, но не находит Роджера, надо возвращаться назад. Да, настало самое время, Зай немножко поставить. Слушай, а может быть убить Зай сейчас? Рокет Бараш, Зай, больно, хостом будет, надо отойти подальше, не отходит Герокоптер, сразу же Зай его бьет, и на этом все заканчивается, отходит 33-й Зай, очень много регены выбивают, и те, и другие. Не так-то просто, и в боте там приходится, Virtus.Pro, вот мы видим то, что в топе Роджер ресурсы свои потратил, на центре CCNT уже с лечением, периодически вешает его на себя, чтобы чувствовать себя комфортно, но он с иллюзиями пытается, ну как-то там, покарасить немножко скорее, скораясь, покарасить не так просто, но CCNT сейчас накопит ману, еще разочек на себя лечение повесит, и ничего страшного, его там тяжело будет пробить, Драгон Найт не так хорош, против Хускара, по крайней мере до 6 уровня, посмотрим, как будет дальше, думаю, что Хускар первый получит свой левел 6, но все-таки перекайшивает там. Тут все зависит, как реализует потом CCNT своего персонажа, потому что мы видели игры, где Хускар хорошо стоит на линии, это, по-моему, даже было вчера, но реализации никакой не было, и Хускар просто продолжал фармить лес, и его еще и убивали, несмотря на наличие хорошего нетфорса. Снизу, была легкая атака на PPD, но урона пока мало, разумеется, Симпетов еще быть не может. В основном, в общем-то, No1 выигрывает CCNT, но здесь ситуация может быть немножко другая, вот судя по статистике, которую вы недавно могли лицезреть на экранах. В общем-то, очень многое зависит от матчапа, то есть, в зависимости от того, как твой капитан пикнул, какой у тебя герой, какой у соперника, там уже и надо смотреть, выигрываешь ты или нет. В центре очень сильно CCNT пробивает No1, а там очень много статков копий, ну, слушай, 6-5. Не-не, танго работает, плюс пассивка, реген идет, но тяжело, как только там уже вторые копья появились, стало очень трудно, когда еще был третий уровень, было терпимо. Ему тяжело камбэкать-то, в общем-то, в игру. Мы знаем, что этот персонаж очень хорош в тех ситуациях, когда он свой центр, ну, если не выигрывает, то, по крайней мере, стоит на равных, а потом вышку одну ломает, приходит вторую вышку ломает, и как-то вот получает стартовый левел, стартовые артефакты. Если Dragon Knight проигрывает свой мид, откровенно прям проигрывает, а мы пока что видим статистику 10-3 против 26 на 16, в общем-то, так и есть. Насколько ему будет сложно же здесь камбэкнуть? По-прежнему мы без ФБ, пятая минута игры уже идет, и был момент, когда на топе могли сделать фирсблат оптики, не получилось, ну, и продолжается фарм. Ну, вот, может, на рунах сейчас что-то произойдет. Пятая минута, появляются руны богатства, КПД контролирует уже баунти в боте, Virtus.pro стараются забрать, в топе свои руны, приходит Паша. Ну, ППД может просто дать Найтмар и забрать две, чисто теоретически. Там смещается еще и соло, посмотрим, возможно, ППД попытаются убить ППД. Он очень малый, а мне кажется, у него не хватит маны. У него нет телепорта вовсе, его должны просто бить, он будет, конечно, прятаться максимально долго, ППД погибает, Паша делает ФБ. Ну что ж, уверенно, четко, доказали ППД за вот эту вот жадность. Заставили заплатить капитана команды Optic Gaming, ребята из Virtus.pro за эту жадность излишнюю. Когда ты просто умираешь саппортом в размен на баунти руну, это не так страшно. Зай пытается дать стомп, но... пытался, точнее, дать стомп, но не нашел позицию удачной, кастует его сейчас. Попадает по виспу, но пока у 33-го нет косы, убить Роджера прям вот так. Контратака от Рамзеса по тизерам на Зая. Зай на развороте, очень много у него урона есть. И ребята понимают, что лучше развернуться. Полетели Спирита. 33-й просто бит руками. Полетел Деспульс, только в Рамзеса. Рамзес все под контролем. И Герокоптер улетает. Так, а что там по Шрайнам? ДК ждет своих тиммейтов. ДК, в общем-то, Шрайн особо не нужен. Ему только маны нужно подвосстановить, хотя у него есть Соло Ринг. Да, частично восстанавливает ману. Еще и Ноуан здесь. Ну, ушел, ушел Дракон в лес. Мы видим крипстат, мы видим 27 денаев, 38 крипов. И по-другому тут кто бы не играл, но Уан и любой другой игрок один на один выставить против Хускара практически нереально. Абсолютно точно. И с уверенностью можно это сказать, что Драконайтом против Хускара простоять нормально, простоять невозможно. Паша борется в боте с Пайкатом и ППД. Очень медленная скорость атаки у Пайката, если он стрейф не подрубает. И Паша просто пытается его отзонить. Тут стрейф, но стрейф заканчивается. Ну, как заканчивается. Похоже, что его просто с дисплеем. А контратаки мы не увидим сейчас? Даже на Пайката? Может, увидим. Хорошо, кстати, работают герои Virtus.pro против стрейфа Клинкзаут. Это мы сейчас и заметили. Да, Портон Сент пошел. Паша выходит. Пайката связывает. Будет ли какой-то найтмар от ППД? Нужно спасать своего тиммейта. Есть найтмар. Пайката продолжает бить. Ну и будет контратака. Выходит за их. Хастом пошел. Попадает по Соло. Ну и Соло должны здесь решить. Закрывать должны его бутерброд. Но ППД не смог параллельно на топе погибать. Третьим мы можем вернуться, я думаю, вниз. Ну и тут Соло убегает. Да, только сейчас до меня дошло. Насколько же круто герои Virtus.pro работают. Третья, пятая позиция. Насколько же хорошо они работают против стрейфа Клинкзаут. Ты просто не можешь на лайне этим скиллом нормально воспользоваться. Там либо энчант, либо первый скилл Оракла как-то может в тебя залететь через... Ну, по АОЕ, так скажем. Пытается Соло подхарасить Зая. Кидает комбинацию с первого и третьего скиллов. Прилетел 33-й в топ. Тут ему сразу же ракету в Жбандале и отступает Рамзе. Сюда, кстати, еще и Хускар делает ТП. Си ТНС приходит. Пугает всем своим видом, но... Ну, у него очень долгий был телепорт. Странно, что он его попросту впоследствии не отменил. До этого Бэйл у Бэйна телепорт. Бэйна его отменил. Сразу же, как понял, что здесь отходят Virtus.pro. Да, в итоге Хускар потерял какое-то время. Возвращается быстро на мид. Но Ван также вернулся на центр. Нетворс пока неутешительный. 1860. Ну, ладно, надо потерпеть. На центре. Да, в центре нападает. Но стан от No1. Будут ли какие-то телепорты? Ребят, нужна хоть какая-то легкая помощь. Но No1, видимо, говорит, не нужно. Все под контролем. Си Си НС идет дальше. Ультимай через 2 секунды. Летит Курьер. Наконец-таки мы видим телепорт. Нужны светлячки. No1, возможно, просто сгорит. Работает пассивка. 40 КП 20. Все-таки погибает. Ну, посмотри, какая разница в уровнях. Восьмой против пятого. Это нереальный матчап для Дрэгон Найта здесь. Если Си Си НС еще раз куда-то сместится, попытается кого-то загангать, возможно, ДК вернется обратно. 33-й. Гош Рауди. Рамзес просто под Баражем. Уничтожает 33-го. Полетела ракета. Деспульс появляется. 33-я контролирует ситуацию. Есть еще рейндроп. Рамзесу нужно давить дальше. Рокет Бараж пошел. Рамзес. Убийство одно. Может быть, еще попытаться убить Зая? Зай. По тавар пойдут ли давить. Виртус Про идут. Рокет Бараж на Зая. Зая также убивают. Минус 2 от ВП. Снизу была атака на фейкат. На фейкат уходит невидимость. На 180 здоровья. Ну и 1-4. Да, пока проблема только что у Дрэгон Найта фарма мало. В остальном Виртус Про все под контролем. Да, хорошо отстояли линии. В топе 33-й уже парочку раз погиб. Мэтворс у него 2-200. Не так много, как ему хотелось бы. Но за счет пускара, конечно, могут оптигейминг в мидгейме оказать требуемое давление для их пика. Да, будем смотреть за действиями Хускара не только на центре, но и по другим линиям. Ему нужно армлет дофармить. Он там себе уже какие-то артефакты успел притащить. Два брейсера, да будет армлет. Покупать ботинок никакой не собирает. Оставляет обычный. Пока что не грейзит. Очень любят фейзы у нас на Хускарах брать, чтобы в дальнейшем на центре перекаяшивать. Приходит сейчас соло в центр. Релакейт. И тут будет очень много людей. Клодаун, телепорт. Неужели все так просто? Хускар уходит. Боже, как это было. Близко. Как же CCNC быстро оценил ситуацию и понимал, что телепорт и сбить его будет просто нечем. И принимают на развороте. Хостом по двоим. Роджера должны убить. Коса полетела в Рамзеса. Его остановили. Зай, удар. И неужели не убьют Рамзеса? Стоится на один удар. Идет Зай до конца. Будет ли удар Рамзеса? Очень быстро у нее появились. Фейт. Сюда приходит Ноуан. Можно убить на развороте Титана. Титана убивать. 33-й против Ноуана. Ноуан продолжает преследование, но нечем больше цеплять. У него все в кулдауне. Мана нет. Солринг в кулдауне также. Придется уйти. Ну, хотя бы баунти руны какие-то законтролил. Ну, что значит, хотя бы. Он еще героя убил. Четыре баунти руны. Да, баунти руны в топе забирают ВП. И две забирают в боте. Также отличное смещение от Дрэгон Найта получилось. Паша начинает атаковать. Тер-1 вышку в боте. Ему бы, конечно, тележку бы сюда, чтобы прям совсем демонтировать этот тавер по-серьезному. Но тут приходит ППД, использует Найтмарк. А ППД не один. Он здесь с друзьями. Ну, Оракл может, конечно, вторым скиллом подсейвить, если там маг ДПС будет проходить по Паше. Но этого даже не требуется. Как мы видим, Паша просто подрубает свой хилл и продолжает стоять дальше. Подъехали тележки. Можно одну переманить. Опять проблемки у Ноуана в центре. Ну, как проблемки. Просто неприятно. Прогоняют его с центра. Не может он фармить на миде, когда Хускар находится здесь же. Он сразу его прогоняет. Ну, как только появится Релокит, появится еще раз. Снизу ППД на ЛОХП. Пошел Р-сплиттер. Попадет по энчандр. Что будет дальше? Есть бренд сап. Хватит ли урона? За этом замахивается. Но невозможно пробить Пашу. Параллельно погибает на топе Ио. И Рамзес убегает. Дал кулдаун и ушел. Да, Пайкат сместился с Бодой. Его очень давно не было на этой линии. Должны были Виртуз Про догадаться, что Клинкс начинает где-то шастать по карте и искать враги. Очень поздний Ферсблат у нас был на этой карте. Как мы видим. Готовый армлет. Готовый армлет у Хускара. Будем смотреть, что будет этот Хускар делать. Конечно, можно продолжить хорошо очень фармить, но мы видим, что Рамзес идет на первой позиции. Он перефармливает даже вот такого Хускара, который был просто фрилейн. Где ты стоишь, добиваешь абсолютно все, в том числе и героев. И похоже на Виртуз Про. Виртуз Про будет выходить сейчас. Может даже на Хускар, правда в спине стоит зай. Да, оптик читают этот момент. Они знают, что Виртуз Про наверняка захотят этого Хускара убить. И саппорты рейтинг команды готовы. Ну, тут еще и Клинкс выходит. Смоук развеян. Можно очень быстро убить Роджер. Роджер пошел на тизер. Хускар врывается вперед, получает стан. Он очень плотный. Под армлетом у него пробит. Отличный хестом. Плазпромис на Роджера. Даже так. Не ошибка ли это? Убили гирокоптера косой моментально. Не поспешил ли Соло с этим ультимейтом сейчас? Если бы не использовал свой ульт на Роджера, скорее всего Виспа бы убили. Это понятно. Не ожидали бы, небольшая заварушка. Enchantress сделала телепорт. Да, просто ушла. Ушла Enchantress. ПPD с ультимейтом, с третьим брейнсапом он может доставить неприятность. Если будет еще какой-то герой поблизости. Ну, вышку забрали. Вышку в ВП-боте забрали. Какие-то деньги за нее получили. Так. Ну и новую анпатформу смещается в лесок. Можно пофармить немножко тут. Да, пока все не особо. Виртуз про под контролем. Чувствуется, как трудно убить Хускара. Раз разом выходит. Не получает. Здесь, конечно, еще оптики, как все прочитали. Оказался и Зай. Оказался и Пайкат рядом. Пайкат Смоук этот развел быстро. Пытался пробить Ио. То есть он там Ио 2 или 3 удара сделал. Внес очень много урона. Так. Ну и CCNC вместе с Зайом забирает Т1 на центре. Без защиты. ноуан на свою собственную иллюзию. Не страшно кускарам потратить ультимейт. Еще, кстати, на одну иллюзию Батит видел? Да. Он дал такой любопытный Бресфайр. Можно было подумать, что-то с иллюзией от Бресфайра пошел. Да, да, да. Но CCNC не повелся на это. Да и у него ультимейта, в общем-то, не было, наверное, в тот момент. На то же АТК. Есть Релокейт. 33-й, да неужели? Нет. В этот раз не получилось. Контролируйте Виртус Про. Убийство на 33-м. Можно попытаться самим забрать башню. Оставит ли Роджер своего тиммейта или ребята уйдут. Гост Шрауд вообще никак не спасает. В этой игре слишком много диспелла, да и магический урон у Виртус Про присутствует на Герокоптере. Поэтому 33-му очень осторожно нужно этот скилл использовать. Либо дождаться, пока ВП свои диспеллы используют, либо, ну, собственно, не нажимать Гост Шрауд вообще. Так. Байкат рядом с Пашей. Интересно, у Герокоптера и у Драгонайта по новому варду установлено за игру? Ну, скорее всего, саппорты передали и где-то там Драгонайт установил, да, наверное, на центре, прям в самом начале игры такое часто очень можно заметить, когда мидер сам себе ставит вард. Так. Или где-то в середине игры. Но Соло в хорошей позиции. Правда, у ребят, смотри, какой вард есть глубокий, они видят перемещение Курьера. Они могут попытаться Курьера убить, это уже будет неплохой ганг. ППД также здесь с ультимейтом. Пайкат как-то у него невидимо закончился. Он хотел Курьера убить как раз. Он побежал там за Курьером, но... А СССИ просто говорит, парни, вперед! Рону сгорение! У меня армлет фейсы! Поехали! Паша делает телепорт грамотно. А Соло просто спрятался в лесу. Соло! И тоже партица отсюда. Ну, отдают на съедение вышку. Очень было близко. Там полетел Астрал, могли Соло сейчас заметить, но все под контролем. Ну, давит Virtus.pro при этом центра. Там Dragonite я вижу. И он, скорее всего, использовал форму. Но, разумеется, с оптики сберет. А вот хотят Virtus.pro выйти, убить там 33-го. Это довольно опасно. Тут и Шрайн, это 2-вышка. 33-го могут просто засейвить его тиммейты. Очень много точек, куда можно телепортироваться. И, о, практически сделал себе вот эти вот артефакты защитные. Хедреску и Баклер. Мы видим, что Chainmail у него уже есть. Колечко тоже есть. Будет выходить Роджер в Мекку. Артефакт полезный. Можно будет еще и Пайп здесь купить. И гример какой-то, чтобы сейвить тиммейтов от косы. Раскачка Пайката. Мы видим, что выкачивал он огненные стрелы и стрейф, что вполне логично, когда ты стоишь на легкой линии. Пайкат, кстати, ставит такой агрессивный вард за тир-2-вышку в топе. И оптик будут стараться наверняка сейчас играть рядом с вражеским лесом. Потому что у них там очень хороший обзор. Круто, когда они стесняются Кэрри выйти, поставить в варду. Мы помним, раньше Рикимар очень круто варды ставили, Баунти Хантеры. Но Клинкс-то тоже ему делал то же самое. И он это делает. Варды ставятся. Саппортом передать от вард не так уж и трудно. Смоук от оптиков. Рамзес и Роджер снизу. И как раз-таки выход намечается на них. Ну, тут подбайт на 33-го. Ну, подбайт, подбайт это не совсем похоже. Он тут совсем один. Но Virtus.pro боятся на него нападать. Они думают, что кто-то из оптик стоит за спиной. Однако оптики нападают в другой части карты. Но One они видят. Да, они видят смотреть. В двух частях карты сейчас будет драка, скорее всего. Мы видим, как Рамзес вместе с Роджером пытаются забрать Некров. За Некровцу здесь, скорее всего, уже не выжить. Ну, получается, размен по итогу. Хотя Финс Грипп, но One погибает. Там еще зацепили одну цель. Давайте смотреть. Да, это Паша. И Паша погибает. Так, Ганг получился максимальную удачу для оптиков. А далее Некровуса. Тут Релокейт от Virtus.pro, но уже не получается кого-либо подцепить. Кулдаун был использован. А без Дрэгонайта с его станом и формы заставить соперника драться просто не получается. Хороший смоук от оптик получился. Результативный достаточно. В этот момент Клинкс в топе толкает линию, пытается спушить вышку. Он видит, что происходит за вышкой. Соответственно, убить Пайката можно только, разве что, зайти к нему в спину со Шрайна. Телепортируется Нован в топ для того, чтобы подефать здесь. Ну, его одного здесь будет вполне достаточно для того, чтобы заставить Клинкса уйти и перестать пушить этот лайн. По поводу Клинкса Дефизл Блейд, я вижу, первым артефактом покупает себе Пайкат. Ну, один из стандартных артефактов. А тут Рошана забирают оптики. Виртуз Прони проконтролировали этот момент. Да, это ведь Хускар. Армлет покупает и идет, забирает Рошана. Вспомни, как вчера играли Сикрет. Они ведь тоже играли против Хускара. И они этот момент с Рошаном прекрасно смогли проконтролировать Виртуз Прожа. Здесь упустили инициативу, позволили оппоненту забрать такого раннего. Рошана, это деньги, Экспай, это Аегис для Хускара. Он наверняка захочет сейчас пойти в драку. Соло может умереть. Если только скастует с себя ультой и уйдет телепортом, нет. Соло решила скастовать себя в Эйте Дикт. У него не было телепорта. Он там вообще никак не мог выжать, судя по всему. Поэтому и ульт кастовать не стал. Так бы он спасся, скорее всего. 7-7. Меньшие тысячи за команду оптик. Пока оптики не выглядят слабее своего оппонента, это точно. По этой карте. 33-й потихонечку дофармливает себе Forstuff. Но ждем от Роджера 15-й. Это очень важный момент. После этого Рамзес фарм свой увеличит. И варм, и килл потенциал в тимфайтах намного сильнее станет Герокоптер. В общем-то 15-й для Веспа это ключевой уровень, когда он играет в связке с персонажем, которому очень много аганим дает. Герокоптер как раз один из таких. Герокоптер БКБ появляется. Отличный выбор здесь. И блинк на ДК. Это первый артефакт? Это первый артефакт для Нууана. Такой серьезный. Да, такой серьезный. У него 5000 нет. Тут смок. И выходят оптики вниз. Пока атака от Virtus.pro. Зая было бы очень круто быстро убить. Отходит атака с Томпа. Зай дает артсплиттер. Его должны убить. Зай погибает. Что будут делать дальше Virtus.pro пока непонятно. ППД. Найтмар на Пашу. Подходит сюда уже вся команда, считай, не считая одного Титана. Ну и колдаун. Рамзес на развороте. Врыв от CCNC. Паша отлично там работает. Соло дал Фетти Дик. Кто урон не получает. В итоге Паша абсолютный CCNC. Попытка быстро убить Рамзесу. Рамзесу очень больно. Рамзесу убили. Уходит Роджер, но он уходит один. Соло взрывается после ультимейта. Минус два. Размен на одного Титана. И то это было совершенно при другой ситуации. Да, неприятно. Там еще и Виспа должны убить. Он же на релокете пытался спасти тиммейта. Вернулся обратно. Это минус три в итоге для оптик гейминг. Аеги свой они не потеряли. Но Вана не было в этом тимфайте. И Virtus.pro после первичной инициации нужно было, наверное, отойти. Но отходить они не стали. Там подцепили одного из героев. Круто, пока действуют оптики. Я и вардинг смотрю. Там вот этот вард сверху. Мы видим вард после убийства Драгонайта поставили на шрайне. ВП пока не смогли его найти. И оптики забирают еще одну башню уже снизу. Если раньше можно было легко убивать и Сиенти при помощи чистого урона с импетусов, то теперь Менчантрос не так уж и хорошо работает. Попробуй в него попади. Попробуй в него, во-первых, попади. У него миссы есть очень серьезные с элебарды. А во-вторых, он может элебарду просто на Менчантрос повесить. И она вообще не сможет стрелять. Не то что по Кускару, но и вообще по любому другому герою. Да и количество здоровья просто удивляет. Там с включенным аромлетом будет порядка трех тысяч хп. Да, мы видим артефакты, видим на фармленных Ускара. Клинкс, Дефуза, Ограракс уже есть. Но ван пока только Блинк. Пока только Блинк. Команды закупаются книжками. Virtus.pro и Гирокоптер приходят в бот подфармить Эншентов. У них тут неплохой Вижен на своем собственном Сикретшопе имеется. Так что если на них будут как-то пытаться нападать, они к этому будут наверняка готовы. По баунтирунам полное равенство. Впервые такое вижу, честно говоря, на 21-й минуте. Ровно три тысячи у той и другой команды. Происходит встреча Соло, очень быстро убиваешь. Как же глубоко и нагло играет и СиНТ. Он, конечно, с Аигисом, но если он один встретил пятерых игроков... Он был с Вардом, он видел прекрасно, что находится за спиной Соло. Не думал, что это смог. И Пайкат еще может попытаться убить Пашу. Если Паша вовремя сыграет Энчантом, есть Дефьюзал Блейд, рядом Зай. Нужно отдавать... Ах, никак. Паша просто умирает. Вот так вот Пайкат. 5-0-2. Мега килл. На центре СиСи и СиДавит. Слушай, я, конечно, ничего не хочу говорить, но как-то все пока очень грустно. Ну да, пока все очень грустно. У СиСи следующая преграда это хайграунд. То есть Тир-2 вышки должны сейчас оптик легко забирать. Аегис еще какое-то время есть в инвентаре у мидера команды OG. Ну, как OG, тоже по сути OG в какой-то степени. У оптиков есть еще Аегис какое-то время. Можно мид забрать, можно топ забрать. В боте как-то там расставить хороший рижен, зайти в смок и там же вышку сбрить. И вот следующее такое крупное сражение должно произойти на втором Рошане. Либо Виртус Про должны супер круто засплитпушить эту карту, чтобы проигнорировать второго Рошана и заставлять соперника постоянно дэмпыть. Но это байтный PPD за спиной CC и Zai. PPD еще и Nightmare на себя дает. Да, доджет дэмэдж. Клинкс телепортируется в бот. Виртус Про могут оказаться в капкане прямо сейчас. Их могут зажать с двух сторон, пока ВП бегут просто за No1ом. Байтят на своего мидера. У No1а действительно только Блинк. Причем появился он относительно давно. 1200 золота копит на БКБшку. Пайкат. Пайкат. Ну, в идеале, конечно, найти какого-то Ио. Выходит аккуратно на No1. Но мы видим, что оптики не рискуют, не идут на какие-то поиски. Там можешь запросто стоять в центре, поэтому нет смысла рисковать. 4000 в пользу Opti Gaming. 12.8. Появляется у соло уровень 10. Берет талант себе на опыт. Мы ждем Ио с 15-м. Кускар уже 16-й. Dragon Land себе приобрел после Алибарды. Еще больше здоровья. И можно стоять в более крутой позиции в драке. Ну и, да, спасаться можно. Можно подъезжать, например, для того, чтобы ультовать. Потом, когда он пику купит, соответственно, да? Ой-ой-ой, Dota Plus дает 9% в команде Virtus.pro. Вот так вот. Ну, мы, конечно, знаем, что Dota Plus это та еще переобувочная, поэтому все это... Да, на Dota Plus рассчитывать не стоит всегда, хотя за вчерашний день Dota Plus, по-моему, практически все результаты предсказал. С последней карте и ГОГО думаешь, думал, что выиграет тогда О'Гин, а это третья карта? Я сомневаюсь. Ноуан Телепорт, PPD близко, но... Не видит его просто, да. Елочки, невозможно пройти без какого-то форстафа. ВКБшка у Клинза появляется. Вот теперь это настоящая гроза для Паши, он и так его сострей фабрику убивал. Оптики будут защищаться. Почти вся команда. Здесь нет одного Хускара. Выходит 33-й. Хускар Телепорт, он очень долгий. 33-й на форстафе пошел вперед. Ну, посмотрим. Может быть, Виртус развернулся. Пайкат в крутой позиции. Да, и Паша к этому не готов. Паша уходит на форстафе. Что делать дальше? Светочки работают. Реген идет. PPD брейнсап. Пытался замахнуться, не получилось. Еще один брейнсап или найпер. Не получается. Выходит Рамзес. Коудаун. По четверым флаканы. Надо начинать бить. Убивает Бэйна. Рамзес пока пытается просто уйти. CCNC не хочет с ним драться абсолютно. Соло-ултимейт на себя. Пытается просто уйти из драки. Рядом Роджер. Роджер. Будет ли драться? CCNC получает стан. Полетели импетусы. Урона мало. Врывается Ноуан. Есть стан. Можно убить CCNC. Совсем немного остается. CCNC обустит Арамлет. Нажимает хил. Уходит из драки. И может уже на разворот сидеть и драться. Убили Ио с помощью косы. 2 в 1. Есть Ахастомп. CCNC находит Ноуан. Либо наоборот. Посмотрим. Пока непонятно. CCNC. Дальше. За Ноуаном. CCNC дайвит. Он просто чувствует себя абсолютно бессмертным. У него есть Алибарда. Придача. Он убивает. И Ноуана. Минус 4. Остается один Паша. Паша, у которого просто-напросто нет маны на импетусы. Он вынужден здесь отступить и отдать еще и эту вышку. CCNC отлично сыграл Арамлетом. И вот как же сейчас работают миссы на этом бускере, на этом герое. Просто не все импетусы попадают. Из-за этого CCNC абсолютно спокойно обузит Арамлет. Отходит. Вступает в драку снова. Нужна какая-то контра. Я не знаю. Солар Крест, который позволит да и Солар купить некому. Тяжело приходится Виртуз Про сейчас. И ведь второй Рошан может заспауниться в течение трех минут. Если это будет очень ранний Рошан, боюсь, что Виртуз Про слишком сильно потеряет инициативу на этой кассе. Это может быть Аегис. Это может быть БКБ. Ты представляешь, что будет происходить, если БКБ появится еще у Хускара? Да. И он очень близок. Ты не можешь его застань. Ты не можешь его поставить на каком-то месте. Замедлить кулдауном. Ничего ты не делаешь. Он просто бегает и бьет тебе как Терминатор. И Пайкат еще и ищет. Пайкату ведь даже не обязательно постоянно фармить. У него есть два других кора очень сильных для лейта. И все, что делает Клинц в этой игре, это он просто где-то бегает, скаутит, пытается найти и сделать соло фраг, а Виртуз Про ничем не могут на это ответить. Но Виртуз Про понимает, что надо сейчас камбэкать. А там летит БКБшка. Там летит БКБшка. Виртуз Про нужно как-то драться будет именно за Рошана. Вот вне Рошпита им, наверное, не так просто будет расправиться с Кускаром. Хотя посмотрим, соло уже которую драку подряд вынужден ультовать в себя. Если соло потратит свой ультимейт на одного из коров, может быть, может быть, что-то и поменяется в этой игре. Снизу. Некрофос есть, на фрустафе уходит. Было бы хороший фраг. На оптике идут в лес. И находят клиентов, но соло это очень легко. Соло погибает. Ультимейт тратить смысла нет. Кулдаун слишком большой после возрождения будет. Это ГГ. Рошана пока еще нет. Оптик толкает топ. Рецепт Мекки у Роджера появляется. Вот телепортируется ППД. ППД такое ощущение, как будто что-то знает. Он думает, что хотят напасть на 33-го. Огромное количество демеджа нанес Хускар на этой карте. 15.3. Но Рамзес постарался посерьезнее. У него 15.6. Правда, это не позволяет его команде пока что доминировать. Пайкат на топе. Ну, но вану убить трудно. Там Соло не получится. Там слишком много КП. С ПТ на силу 2100. 10 тысяч перевес. Ну, Виртус Про аккуратно пытается фармить. Нужно терпеть. Возможно, придется этого Рошана давать. Драться там не получится. Учитывая такого Хускара. Ну, еще один смоук. Он под Вардом? Они под Вардом его разбили. Ай-яй-яй-яй. И только сейчас И Соло это понимает. И Соло понимает. Хорошо, на самом деле, что Виртус Про осознали, что они могут попасть в ловушку прямо сейчас. И ни в коем случае нельзя плохо разменяться на втором Рошане. Повторюсь еще раз. Говорили мы это до этого. Если Оптик идут в Рошпит забирать второй Аегис, нужно либо максимально круто засплитпушить их и выиграть самый максимум времени. Либо прийти туда и развалить их. Что, ну, в общем-то, тяжело будет сделать. Кримсон летит для Некрофоса. Хороший слот против Герокоптера, да. Си Синси ведет себя, откровенно говоря, нагло. Просто стоит в арме Теншентов. Может себе позволить БКБ Алибарда там. Там ДД у Герокоптера в бутылке лежит. То есть, столько ресурсов оптиков. Они готовы эту драку с удовольствием принимать сейчас. Да, важно все-таки понять, когда появятся манки Кингбара. Бабочка добавляет ему стойкости и демеджа по другим персонажам, кроме Хускар. Ну, по Хускару тоже, но Алибарда слишком много позволяет доджить. Второго Рошана забирает оптик. Такое ощущение, что Виртуз Про просто простаивает. Винскрип, Найнчантрыс. Это явно не то, чем Виртуз Про следует заниматься, когда оппонент забирает второй Айлис. У Роджера появляется наконец-таки уровень 15. Теперь есть тизер Аганим. Ну, не познаватый... Ну что, последний рубеж для оптигейминг это хайграунд. Если они сейчас спушат линию, то они продолжат просто дальше доминировать. CCNC подрубает хосту, бежит за Роджером. Роджер использует тизер, уходит здесь, но CCNC не собирается останавливаться, прыгает в Ускар прямо на Виспа. И это легкая цель для него. Конечно же. Не будет Виспа 45 секунд. Достаточно долго оптики могут это время реализовать. У них немного крипов в боте. Два оранжовых побитых и один милишный тоже побитый. Там Геракопта пытался, видимо, крипскипнуть немного, но в конце концов, Рамзес телепортировался. Дабл дамедж у Геракоптера, но без Виспа сейчас ВП. Как они будут принимать эту драку ума? Не приложат. Да, ДД круто, но CCNC просто давит. Просто стоит и бьет башню с Аегисом, с БКБ, с Алибардой и с уровнем 21. Даже Солринг, видимо, переложит, нажмет, вернет армлет. 13 секунд доем. Ставит парт сюда соло, чтобы немножко больше видеть. Ну что, обычно, знаешь, такие моменты происходят камбэк. Нерезко игра переворачивается. Это всегда очень красиво. Посмотрим, будет что-то похожее. Пока атака на Рамзеса, Рамзеса заставляет. Нажди, по КБ, там был бы Найтмар. И, возможно, полетел бы Хускар. Вот это уже прям печальненько. Теряют Виртуз Просу и Аут, окончается Блэкин Пару Рамзеса. Он может пойти в Суицид, убить какого-то Нууана, потерять Аегис. С СССР, очень больно, Флоспромис, последний момент, СССР, но хотя бы один раз убить, но он просто бессмертный терминатор. Идет, бьет одного, убьет второго Рамзесу. Очень больно. Находится под Флоспромисом. Рамзес, фулл ХП. Работает Роджер, под тизером, подхилил. Но ресурсы оптики сохраняют. Аегис есть. Глиф уже использовали ВП. Нажимают Виртуз Просмоук. Чем драться? Как-то зайти по хитрому в спину. Посмотрим. Выходит Виртуз Прос. Падает милищный барак. Глифа больше нет. А что тут делать? Там сыр у Клингза. У него и БКБ есть. Три минуты Аегис в инвентаре Ускара. Оптик забирает линию и просто отступает. Кого-то хотя бы подловить. Хотя бы одну цель. Оптики делает Роджер для того, чтобы забрать баунти руны там. Хоть какой-то вообще бонус получить. Блестящая игра от оптики пока. Знаешь, тут просто не осталось слабых команд. Тут нельзя смотреть на предыдущие встречи. Потому что на Интернешнале всегда происходит какая-то дичь. Если оптик на протяжении всего сезона проигрывали, то здесь, на этой арене, на чемпионате мира, у них все шансы побить Virtus.pro и отомстить за все обидные поражения, которые они претерпели. Сколько про УДжи говорили до Интернешнл, что это команда, которая никуда не пройдет. Амать-то они в 3-3. Атака на Некрофоса. 33-го быстро должны убить. Сисинси нажимает БКБ. 33-го покупается. Охо, стоп! Шикарный пошел. Расплиттер попадет точно по двоим. Тоспромет висит, до очень много урона по 0-1. 0-1 в данный момент погибает. Сисинси просто продолжает бить 0-1 и теряет свой Егис. Голдаун от Рамзеса. Рамзеса просто уничтожает в секунду. Погибает Ио. 0-1 в таверне. 3 убийства есть. ГГ. Оптики 1-0. Кто бы мог подумать, что вот так вот легко американская команда забирает первую карту. Да, наши аналитики оказались правы. Ласпик Кускара был более чем хорош на этой карте. Выигранный мид позволил ССИНСи реализовать преимущество. И в конце концов Оптик победили. Потрясающая игра от Оптиков. Да, очень рад. Это чудо. Мы вспоминаем статистику, что там только одну игру за чуть ли не сезон выиграли Оптик Гейминг. Вот она вторая карта. Но зато на каком турнире. Не стоит нашим ребятам расстраиваться. Это все-таки БО3 встреча. Есть возможность отыграться. Есть возможность открыть свои карты. Может быть какие-то секретные стратегии, какие-то крутые решения есть в запасе у Артстайла и Соло. Будем на это надеяться. Как же Хускар сломал просто игру. Но Ван так и не вернулся по итогу. За всю игру он купил себе Блинк в минуте 18, но не мог играть, когда у Хускара три слота, у тебя один Блинк и ПТ. Вот в этом-то и заключается основная трудность пиков с Драгонайтами. Если ты не можешь хорошо отстоять свою линию, ты потом не можешь ни фармить быстро, ни сплитпушить нормально, ни кого-то убивать в замесах, не переживать эти замесы, чтобы получать экспу и золото какое-то. Надо, наверное, было все-таки как-то свапнуть линии ВП. Да, но пока Virtus.pro проигрывает 1-0, все должно быть под контролем на будущих картах, но пока мы передаем слово нашей студии-аналитике. Если вы внезапно уже вот сейчас чувствуете усталость, хотите спать, то ни кофе, ни энергетик вам особо не поможет. А вот проигрыш Virtus.pro на первой карте еще как вас взбодрит. Что сейчас произошло, ребят? Это какой-то шок. Это хусик. Это хусик в деле. Опять же, как Алексей заявлял, то, что, в общем-то, неважно, против кого играть. Сейчас дота очень сильно зависит от линии. И тут очевидно, ничего не сделаешь. Просто хускар слишком сильно выигрывает у ДК. И просто потом нет возможности камбэкнуться. Ты играешь без одного кора. И, в принципе, пик так устроен здесь, то, что нету демеджа, чтобы ДК убить даже без каких-то хилов. Да, вроде и казалось бы, есть Оракул, который... Оракул, который диспелит и Микрофосу, его Астрау, и Клинксу, его стрейф, но ну, еще и хилл Хускара к тому же. Но по игре ни разу я не видел, чтобы это действительно сработало. Так, да, Хускар просто, по сути, выиграл игру. Пик Хускара. То есть, ну, в какой-то степени можно сказать, что это был аутдрафт. Ну, и в каких-то моментах даже аутплей, потому что, ну, не видно тех ВП, которые тебе бегают, там шатают линии, убивают тебя, ну, давят везде, все. Плюс комбинация саппортов, ну, лично мне не нравится Висп Оракул. Оракул. К тому же, Висп, я не могу сказать, что Роджер прям на Виспе, ну, круто понимает, что делать, и его герой. То есть, он много тренировался, но изначально это вообще не его герой. Вот мы смотрим, тут ключевой замес, на каких же лоу-хп остаются практически все герои команды оптики? Да, вот здесь на секунду показалось, что вот сейчас, если они подавят, то им будет тут, ну, билы. Но, как оказалось, вот просто Хускар идет убивать этого ДК, а Клинкс сейчас обойдет и убьет Ничу. А, Герокоптер, вон он обходит спину. ДК просто не наносит урон, Инча в этом пике тоже совершенно не играет, потому что от пассивки ее толку нет. Ну, со временем. Есть Кусик, который бьет, есть Клинкс, который тоже не очень, как это называется, ценит. Даже вот здесь вот, они взорвали Некрофос, Некрофос байбек, сейчас выбьют Аегис, вроде плюс-минус все нормально, но опять же, не хватит тупо урона. Герокоптера сейчас закончится БКБ, его тут просто стирает. ТЦ под минус армором в пассивке. Вот, его просто два героя забили с руки. Ну да, у нас аналитики драфта предлагали Виртуз про вариант с Энигмой на последний пик, улучшила ли бы эта ситуация, как вам кажется? Вместо кого? Вместо Энчантрес был ласт пик, соответственно, вместо Энчантрес, если бы заехала Энигма. А Хускар у нас был? У нас Хускар бы все равно был. Не улучшила бы ситуацию, у тебя все равно миддл сильно... Да, проблема в ДК. Не то, что даже в ДК проблема, мне кажется, в Виртуз про стоит отойти от игры с виспом. Его просто игнорировать, либо его отдавать, либо его банить. Просто у них не хватает четверки. В ВПК действует. Либо ты Мунечку берешь просто супер жесткого персонажа на миддл, и он там сам стоит соло. Ну, выигрышный ванат. Да, да, да. Просто какого-нибудь того же самого Клинкса ты ставишь, и он стоит, доминирует, потом бегает, убивает. Либо ты берешь ему вот что-то из серии ДК, но если у него будет ДК на миде, ему нужен Роджер. Обязательно нужен Роджер на каком-то образном персонаже, который будет роумить. Потом там может быть Шейкер, там может быть Оспирит, там может быть без разницы кто. Вот, и тогда игра чуть перестраивается у них, и тогда вот это начинается шатание по линиям, о чем ты как раз говорил. Начинается вот эта агрессивная ВПшная дота. С виспом, они очень сильно привязаны к линиям, нету этой четверки, вот их линии довольно-таки слабые, да, вот ты стоишь геррокоптером виспом, и против тебя приходит Некрофос, там плюс один суппорт, ну, ты не будешь убивать их там по кулдауну, потому что, ну, слишком жирные персонажи. Это раз. Во-вторых, вот как на позавчерашней карте на Сминеске, да, вот, их был, на первой карте, был очень жесткий пик у Минеса. Вот, и Virtus.pro, им очень трудно играть против таких пиков, когда они реально жирные. У тебя есть Некрофос, у тебя есть Хускар, у тебя есть Бунфлетчер, Клинкс, который берет до крипа, и у тебя просто не хватает демеджа, тебе нужно огромное количество нюков, ауе и так далее, а здесь у тебя просто демедж с руки, на самом деле. Ну, геррокоптер, да, может наносить какой-то магический урон, ДК тоже с руки бьет, а у Брисфайра не хватает, Энчандер столько с руки бьет. У тебя все трекоры просто не могут нормально пробить. Вот, это все при наличии еще Бэйна, жирного суппорта, и при наличии хорошего дизейбла, великолепного дизейбла в лице Элдер Титана, ну, ты просто не можешь нормально подраться, да, это скорее всего здесь было, а у драфт даже не считая то, что Ласпик заехал Хускар, я там доминировал свою линию один на один. А на что вообще рассчитывали Виртуз Прос вот этим драфтом, который они собрали, расскажите, возможно, вы понимаете стратегию и идею, как это должно было работать в головах Виртуз Прос. У меня есть идея, мне кажется, тут была большая ставка на Пашу, что эта инча просто вынесет хардлайн вместе с вместе с Ораком, и потом начнется, ну, от этой линии будет играть. То есть, мы видели пару раз перетянули ТЦ вниз, когда ТЦ улетает сверху, микрофлос не может подходить к рипам, и таким образом, из-за того, что инча стягивает на себя героев, то у тебя геррокоптер тоже подфармливает. В миде, понятное дело, ДК вообще ничего не делает, мы видели там, Вова ушел вообще блес на четвертом уровне, и попытаться какой-то один замес перевернуть. На самом деле, здесь игра очень тонкая, то есть, Хускар, если, вот где на топе полдайв, когда, ну, смотрим момент, мне кажется, если бы там, хотя бы, если бы был размин, ну, ровный, или Вова выиграли, там, ну, я не думаю, что там было суперсложно выиграть, хотя, не знаю. Вот, если бы они перевернули один момент, было бы гораздо проще играть. У ДК появляются шмотки, ты, ну, инча пару раз убивает, ну, инча убивает, на самом деле, Хускара, прямо вот в салат. Поэтому тут, ну, просто они свобили вот этот момент, где надо переворачивать. У ВП было два момента. В ВП нельзя играть вторым номером на драфте, ни в коем случае. Им нужно брать именно сразу агрессивных персонажей, как они открывались, да, против тех самых Менесок, они открывались Сайлс Рурса, они открывались Вивер, по-моему, Бэйн, там, на второй карте, что-то из этой серии. Вот, ну, два агрессивных персонажа. Вот, ты, как бы, оптики, вот, ну, после первой карты они все поверят, да, уже не будут так сильно ВП бояться, но когда ты открываешь сильных персонажей, ты заставляешь команду, которая, ну, типа, тебя слабее, вот, играть под тебя, сразу начинать каких-то героев набирать под твоих вот этих жестких агрессивных героев, сразу перестраивать свои линии. А когда ты берешь, ну, более таких пассивных персонажей, то и ты все руки развязываешь своему противнику на драфте. В ВП было два момента. Первый раз они их Хускара за малым не забрали, когда на миде первый релокейт, подстан, и тот начал кастовать ТП и ушел вот буквально там на последние их 150 хп. Возможно, если бы его там убили, сбили бы ему тайминги появления этого самого армлета. И второй выход, когда внезапно оказалось, что оптики сами готовы, что они как раз скружили этого Хускара и были готовы защищать его. Ну, и там тоже не... Там, ну, много моментов. На самом деле, вся игра, ну, если говорить оптика, она довольно прямолинейная, то есть там Хускар получает армлет, идешь раз обжектив, два обжекти, ведешь Рошана. Если где-то вот не получается, все, у тебя нет сноубола, ты проиграешь игру. Согласен с вами, Андрей? Я согласен с тобой. Я согласен. Очень шаткая вещь этот Хуск, если, опять же, у него нет критической массы, если он не переживает прокасты, не переживает демедж, то, соответственно, это минус герой сразу. И, в общем-то, он не камбэкает. Да, это такой сноубол, своеобразный оллин. Тот же Бон Флетчер, это тоже не тот герой, который в лейтгейме, если что, в равной игре может как-то себя хорошо показать. Он должен бёрстить. Опять же, он может забёрстить и ничего, он побеждает. Если он не может этого сделать, то все, после этого перевороты, и драка уже в пользу Virtus.pro. Поэтому, ну, тут, да, с учетом того, что минус герой... Редактор субтитров А.Семкин